От первой группы особенностей Пушкина я перешёл к другой, к его особенностям, как человека и поэта. Значит, вначале я вернусь, вот я обращусь вот к какой теме, очень актуальной, очень болезненной и очень неприятной. В наше время, уже довольно давно, как только заходит речь о неразборчивости в любовных связях, скажем так, о хождении по дамам, о всяких забавах вот этого рода, как только возникает эта тема, так тут же возникает Пушкин. Первое. Ну, Александр Сергеевич был такой ходок. Почему же нам нельзя? И второе. Как только речь заходит о матершине, это уж сколько раз я сказал, по телевизору просто так, тут же появляется Александр Сергеевич. Как будто самая главная его заслуга. Как ему вот привязывают, как к козлу ведущему стадо, ему привязывают этот колокольчик и, значит, очень довольны этим. Ну, так я на это делаю, на это я вам скажу так. Вот знаете, у Пушкина есть такое стихотворение, обращенное к французскому поэту и теоретику искусства Буало, Буало де Прео. Такой набросок из стихотворения. Французских рифмачей, суровый судья, о, классик де Прео, к тебе взываю я. Хотя, постигнутый неумолимым роком, в своем отечестве пристал ты быть пророком, Хоть дерзких умников простерлась рука на лавры твоего густого парика, Хотя, ощипанный новейшей модной школой, ты в гневе обратил к ней свой затылок голый, Но я молю тебя, поклонник верный твой, будь мне вожатым. Дерзаю за тобой занять кафедру ту, с которой в прежнее лето ты слишком превознес достоинство сонета, Но где торжествовал твой здравый приговор минувших лет глупцам, вранью тогдашних пор. Новейшие вроли, вролей старинных стоят, и слишком уж меня их бред не беспокоит. Ужели все молчать да слушать, о, беда! Нет, все им выскажу однажды, завсегда. О, вы, которые, восчувствовав отвагу, хватаете перо, мараете бумагу, Теснению предавать, труды свои спеша, постойте, наперед узнайте, чем душа у вас исполнена. Прямым ли вдохновением или необдуманным одним поползновением? И чешется у вас рука по пустякам, и вам не верят в долг, а деньги нужны вам? Не лучше стало бы вам с надеждою смиренной заняться службой у гражданской и военной, С хваленым Жуковым табачный торг завесть и снискавить в труде себе барыш и честь, Чем объявления ссовать во все журналы, вельможи пошлые кропая-мадригалы, Над меньшей собратьей в поту лица острясь, Иль выше мнения отважно вознесясь, с оплошной публики, как некие писаки, Подписку собирать на будущие враки. Как сегодня написано. Так вот, вот эти враки, вот это вот поползновение необдуманное, Это, к сожалению, сейчас чрезвычайно часто, особенно и когда касаются Пушкина тоже. Так вот, я возвращаюсь к тому, что, увы, который думает Франц Сергеевич, Был мастер матершины, узнаете, что последнее, что, во-первых, когда он писал в молодости стишки, В которых были нецензурные слова, он никогда, как и его предшественник Иван Барков, Никогда не помышлял даже их печатать. И не потому, что цензура не позволяла, а потому, что и он, и Барков понимали, что культура, язык, это иерархия. Это структура, в которой есть верх и низ. И путать верх и низ, это все равно, что путать чердак с подвалом, и тем самым разрушать дом. Они понимали, что мат – это нижний этаж языка, и он хорош, если он может быть хорош, тем, что он втайне существует, что он извлекается из темного подвала, и тогда он становится действительно действенным, сильным и так далее. Но как только вытаскиваешь наверх, он начинает и разрушать язык, и сам терять свою цену. Они это прекрасно понимали. Они были культурные люди. Так вот, узнайте, что последнее стихотворение, в котором употребляется подобная лексика, было написано в 1827 году, когда Пушкину было 28 лет. Больше он таких стихов с такими словами никогда не писал. И последнее письмо его, в котором употребляются соответствующие слова, было написано в 1828 году, когда ему было 29. И больше он в письмах даже не употреблял таких слов, кроме обыкновенных бытовых ругательств, которые нематерные, но тоже не очень цензурные. Но нематерные. И, наконец, то, с чего я начал. Вот что он был большой мастер по женщинам. Да. Знаете, это был человек африканского происхождения во многом. А с другой стороны, от русских бояр, которые были тоже люди, нешуточные по своему темпераменту и размаху. Он был чудовищно влюбчив, и он очень хорошо понимал женщин. Та наука страсти нежной, которая описана в первой главе Онегина, это его опыт. Это его опыт. Он умел это делать, но он никогда не... Он, конечно, ходил иногда во всякие места злачные вместе с товарищами. Это было особенно с молодым. Он ухаживал за женщинами. И у него даже есть так называемый дон-жуанский список. Вы, наверное, слышали. В одном альбоме, в альбоме Ушаковых, он оставил дон-жуанский список, состоящий из 37 имен женщин, некоторые не названные, а под буквой Н. НН. Понимаете, 37 имен, это удивительно. 37 лет прожил, и 37 имен в этом списке. Но это список не побед сексуальных. Это список его любвей, его увлечений и влюбленностей. То же самое можно сказать о другой, более солидной цифре, 113. Это он сказал про Наталью Николаевну, что Наталья моя 113-я любовь. Это тоже не список побед Пушкина, как сексуального гангстера, как его назвал, как вырвался мой покойный коллега Евгений Лебедев. Это не список побед, это список влюбленностей и увлечений его. Так вот, что я хочу сказать. Как только он обвенчался в 31 году, любовная лирика исчезает из его стихов. Личная любовная лирика. Можете себе представить? Ему за 30, немного за 30. Он, повторяю, бешеного темперамента человек. Он поэт, а поэт по определению должен быть влюблен и влюбчив. У него это прекращается. Он прекращает это все. Муза ему запрещает. Может быть, были, конечно, с кем не бывает. Может быть, были какие-нибудь эксцессы в жизни, какие-то эпизоды. Но это все он в творчество свое не пускает. Не потому что он бегает или прячется, а потому что это недостойно его нового положения. Потому что семья и домашний очаг были для него всегда с детства. Он был обделен родительской любовью. С детства домашний очаг был для него святыней. И когда он достиг этого, и когда он избрал ту, которая для него всем своим видом и обликом символизировала для него его музу, он прекратил всякое вот это поэтическое скакание. И после этого у него встречается всего несколько стиховарений, которые можно при большом желании принять за любовные, но это совсем не так. Но предположим, красавица. Все в ней гармония. Все диво. Все выше мира и страстей. Она покоится стыдливо в красе торжественной своей. Она кругом себя взирает. Ей нет соперниц, нет подруг. Красавец наших бледный круг в ее сиянии исчезает. Куда бы ты ни поспешал. Хоть на любовное свидание. Какое б сердце не питал ты сокровенное мечтание, Но встретясь с ней, смущенный ты, Вдруг остановишься невольно, Благоговея богомольно Перед цветыней красоты. Это что, разве любовные стихи? Это что-то совсем другое. Еще такие стихи. Нет, нет, не должен я, не смею, Не могу волнению любви Безумно предаваться. Спокойствие мое я строго берегу И сердцу не даю пылать и забываться. Нет, полно мне любить. Но почему ж порой Не погружусь я в минутные мечтания, Когда нечаянно пройдет передо мной Молодое, чистое, небесное создание Пройдет и скроется. Уже ли не можно мне Любую из девы в печальном сладострасти Глазами следовать за ней И в тишине ее благословлять На радость и на счастье И сердцем ей желать Все блага жизни сей Веселый мир души, Беспечные досуги, Все, даже счастье того, Кто избран ей, Кто, милая деве, даст название Супруги. Это что, любовные стихи? Нет, это восхищение красотой, Влюбленность, но такая Платоническая влюбленность. Но есть еще такой маленький набросок. Это все 32-й год. Есть маленький набросок 33-го года. Когда б не смутное влечение Чего-то жаждущей души Я здесь остался бы Наслаждение вкушать в неведомой тиши Забыл бы всех желаний трепет Мечтою б целый мир назвал И все бы слушал этот лепет Все бы эти ножки Целовал Да, это очень сильное впечатление От созерцания какой-то Немыслимой прелести Какого-то невероятного очарования Очень юного создания Да, да, и слушал бы, целовал бы, Но только Когда б не смутное влечение Чего-то жаждущей души Чего-то большего Неизмеримо большего Чем вот эта прелесть Душа жаждет чего-то иного А чего даже и он выразить не может И вот, что еще необычайно важно Чтобы его понимать У него очень занятное В отличие от других поэтов Восприятие весны Этого весеннего брожения крови Когда все, как говорится, цветет и пахнет Когда соловьи и розы Когда поэты трепещут и вдохновляются Он один эту пору не любит Вы помните, я не люблю весны Скучна мне оттепель Бонь, грязь, весной я болен Кровь бродит Чувства ум тоскою стеснены То, что обожают все поэты Он не любит Потому что вот Его для него творчество Это область полной трезвости И вменяемости Ображение крови весеннее Этому мешает Он никогда не писал Или писал крайне редко В пылу, волнении Страсти В середине страсти В порыве восторга Никогда не писал Он всегда отдалялся На некоторую временную дистанцию Чтобы описать свое чувство Он жестко разделял восторг и вдохновение Он писал Критик Это он о Кехельбекере пишет Критик смешивает вдохновение с восторгом Восторг исключает в спокойствии необходимые условия вдохновения Восторг не предполагает необходимые условия прекрасного Восторг исключает в спокойствии необходимые условия прекрасного Восторг не предполагает силы ума Располагающей части в их отношении к целому Восторг непродолжительный, непостоянный, следственно не в силе произвести истинно великое совершенство Вдохновение есть расположение души к живейшему приятию впечатлений Следственно к быстрому соображению понятий Что и способствует объяснению он их Такая формулировка Почти научная Он был очень разумный поэт И вот он не любит весны И как творец он сетует на вот это свое страстное чувственное устройство На брожение крови На свои сильные страсти Без которых между тем тоже ничего бы не было, конечно Он фантастически ответственно относится к своему дару Вот это сварение, которое я прочитал О вы, которое, ващувствовав отвагу, хватаете перо Вот это, собственно, про отношение к собственному дару Он не в гордыню впадает от того, что он знает, что он гений Как это нередко бывает с поэтами Они очень несут себя прямо А смиряется перед этим даром Он понимает, что это не своя ноша, грубо говоря Что ему это дадено И он не флиртует с музой А повинуется и тогда, как он пишет Сама из рук моих свирель она брала Тростник был оживлен божественным дыханием И сердце наполнял святым очарованием Так вот, дело в том, что настал какой-то момент Еще доженить бы И он, что называется, в одночасье Вот в силу ответственности перед своим даром То есть я не говорю, что он об этом думал Что он это принимал такое решение рациональное Вот я теперь изменю свою жизнь Нет, он как художник, женившись Почувствовал, что ему надо изменить жизнь Он женат Он глава семьи Он муж и будущий отец Это и в этом смысле Его поступки в жизни Вот подобный поступок Это был творческим актом Таким же актом, как его писательство Иоанна Андреевна Ахматова гениально сказала Чем окончился Онегин? Тем, что Пушкин женился То есть это был шаг не только человеческое Человека, мужчины Это был шаг поэта Поэта не такого, как все И вот отсюда, от Ахматовского афоризма Я тоже делаю шаг к последнему О чем бы я хотел сказать, если успею Чем окончился Онегин? Тем, что Пушкин женился Это значит, что работа над романом в стихах Привела автору к повороту в личной судьбе То есть у него Писание стихов и других произведений Не есть отражение жизни Или выражение Это есть продолжение его жизни Вот жизнь продолжается Она идет, когда он начинает писать стихи Жизнь не отражается в них И не выражается в них Она просто продолжается только В стиховом пространстве Она продолжается Обычно у поэта лирическое стихотворение Это, ну как бы вам сказать Это все-таки, как правило, лирическое стихотворение Это все-таки такой стоп-кадр Повисший над временем И времени не подвластны Вот скажем, Федор Иванович Тютчев Известные вам стихи Я встретил вас И все былое В отжившем сердце ожило Я вспомнил время золотое И сердцу стало так тепло Так я обвеян дуновением Тех лет душевной полноты С давно забытым упоением Гляжу на милые черты Тут ни одно воспоминание Здесь жизнь заговорила вновь И тоже у вас очарование И та же в душе моей любовь Я сократил просто сейчас Для экономии времени Но вот это пять стихотворений В нем выражено одно слитное чувство Вот это, когда он увидел эту женщину снова Вот в нем все это проснулось И он это все зафиксировал Выразил в стихах Это одно чувство Только в стихах разработанные Расчлененные и показанные нам Но это одно чувство Слитное, монолитное Висящее над временем Это навсегда теперь У Пушкина не совсем так Другая гениальная женщина Марина Цветаева Называла Пушкина Поэт с историей В отличие от всех других поэтов Все другие поэты без истории Что это значит? Это значит, что другие поэты В том числе сама Марина Ивановна Вот каким этот поэт появляется на свет Таким он всю жизнь и остается Могут меняться темы Интересы, взгляды даже Но сам мир поэта остается неизменен Так и у Тютчева Так и у, повторяю, у Лермонтова И у Цветаевой И у всех остальных поэтов А Пушкин это поэт с историей Положите рядом его лицейские Или начало 20-х годов стихи А потом положите осень Или странник Или последний цикл Напрасно я бегу к сионским высотам Мирская власть Отцы пустынники И жен не пороснет Это как бы два разных поэта Но это один и тот же поэт Только повзрослевший Наш замечательный филолог Покойный Борис Иванович Бурсов сказал Ни у кого из великих поэтов В стихах нет возраста Это есть у одного только Пушкина Но это относится не только к корпусу стихотворения Пушкина Но и к отдельному стихотворению Вот через отдельное стихотворение Пушкина Течет время Течет сама жизнь Вот ранний пример Ранний пример Лицейский Пушкину 17 лет Вот я прочитал сейчас Чуческое о вас любил Вот это одно слитное чувство Оно себя и выразило в этих стихах Как и у всех других поэтов Вот это стихотворение 17-летний Пушкин Медлительно влекутся дни мои И каждый миг в унылом сердце Множит все горести несчастливой любви И все мечты безумия тревожит Но я молчу Не слышен ропот мой Я слезы лью Мне слезы утешение Моя душа плененная тоской В них горькое находит наслаждение О жизни час лети Не жаль тебя Исчезни в тьме Пустое привидение Мне дорого любви моей мученья Пускай умру А пусть умру любя Это потом Земфиров Цыгана скажет Умришь и ты умру любя Но посмотрите Он начинает с творения одним А выходит из него совсем другим Потому что в стихотворении Помогает течь его внутренней жизни Оно само есть Это внутренняя жизнь А не отражение ее Творя стихи Он творит свою жизнь Свою личность Есть еще Замечательный Замечательный Такой наглядный Очень пример Это в Михайловском 24-й год Он только недавно Был переведен Или выслан Михайловской Из Одессы Здесь Значит ему Сначала Переведяет Ему скучно Тут темно Тут Мокро Тут Нет моря Луна Здесь Точная репка Вот И первое время Он там мечется Как тигр в клетке Буквально И вот он пишет О покинутой Им там Женщине Нам не важно Сейчас кто она Не в этом дело И вот он пишет Ненастный день потух Ненастной ночи мгла По небу стелется Одеждою свинцовой Как привидение Зарощи сосновой Луна Туманная Зашла Все Мрачную Тоску На душу Мне наводит Далеко Там Луна В сиянии Восходит Там Воздух Напоен Вечерней Теплотой Там Море Движется Роскошной Пеленой Под голубыми Небесами Вот время По горе Теперь идет Она К брегам Потопленным Шумящими Волнами Там Под заветными Скалами Она Теперь Сидит Печально И Одна Одна Никто Пред ней Не плачет Не тоскует Никто Ее колен В забвенье Не целует Одна Ни чьим Ни чьим Устам Она Не придает Ни плеч Ни влажных Уст Ни персий Белоснежных Три строки Точек Никто Ее Любви Небесной Не достоин Не правда Ты Одна Ты Плачешь Я Спокоен Строка Точек Но Есть ли Строка Точек Вот такой Скорей Это что Стоп Кадр Это Выражение Или отражение Жизни Чего подобного Это Посекундное Воспроизведение Душевного Процесса Который Вот сейчас Идет В нем Причем Замечательно Тут очень наглядно Что в четыре раза Одно и то же Слово Потребляется Одна Оно все время Меняется Сначала Он говорит По горе Теперь идет Она Теперь она Сид печально И одна Ее жалко Она одинока Она без него Одна Никто при ней Плачет Не тоскует Меня нет Рядом с ней Никто ее колен В забивнице В забивнице Целует Это тоже я Одна Ничьим устам Она не предает Ни плеч Ни влажных уст То есть Никого другого С ней Нету Ни влажных уст Не перси Белоснежных А вдруг Идет Вот эти Три строки Точек А вдруг Нет Никто ее Любви небесной Не достоин Не правда ли ты Одна Одна Ты плачешь Я спокойно Она несчастна А он спокойно Счастен Представляете Вот как развивается Чувство То есть В сущности Это Это лирическое Створение Пушкина Не есть лирическое Мгновение Есть такое выражение Лирическое мгновение Оно применимо К любому Обычному Лирику Стихотворение Это мгновение Это не мгновение Это процесс Это не лирический Акт А лирический Процесс Стихотворение Пушкина И здесь Это створение В сущности Монолог Это драма Это то Что происходит Во времени а не просто висит вечно над временем, как, повторяю, стоп-кадр. Стихи построены как драматический монолог. Ну, также построено, кстати, знаменитое признание. Я вас люблю, хоть и обешусь, хоть это труд и стыд напрасный, в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне ни к лицу и ни по летам, пора, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно я зеваю, при вас мне грустно, я терплю. И моченец сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю. Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, или платье, шум, или голос девственный, невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Когда за пальцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя, я в умилении, молча, нежно любуюсь с вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье вы отправляетесь вдаль, и ваши слезы в одиночку, и речи в уголку втроем, и путешествия в опочку, и фортепиано вечерком. Алина, жальтесь надо мной, не смею требовать любви, быть может, за грехи моему ангелу я любви не стою, но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Нет, это же не отражение чувства и жизни. Это сама, повторяю, жизнь, развивающаяся во времени. То есть время составляет часть и элемент поэтики Пушкина. Если у других поэтов стихотворение, лирическое время, является своим собственным пространством, то пространство пушкинской лирики – это время. Она течет через время, и время течет через нее. И так построено и стихотворение «Роняет лес Багряный свой убор», вот эта лицейская годовщина, 19 октября, где он сначала, вначале, помните, пылай камин в моей пустынной келье, я пью один, вообще воображение, он сидит грустный у камина, один, одинок, в ссылке. Тогда там где-то его друзья лицейские пируют. И его любовь к ним, его стремление к ним, их как бы приводят сюда, и он начинает с каждым из них разговаривать. Ты с Матюшкиным, который мореплаватель, с Горчаковым, который будущий государственный канцлер, и последний из лицеистов, и с Кюхельбекером, с Дельвигом, с Пущиным, с каждым из них он разговаривает на своем языке, на его языке, как понятном ему. И как-то получается так, что все створение, начавшись так грустно, кончается так, про последнего лицеиста он говорит. Кому же из нас под старость, день не цей, это разоствовать придется одному? Несчастный друг, средь новых поколений докучный гости лишний и чужой, он вспомнит нас и дни соединений, закрыв глаза дрожащую рукой. Пускай же он с отрадой хоть печальный, тогда сей день за чашей проведет, как ныне я, затворник ваш опальный, его провел без горя и забот. Вошел таким, а вышел другим из стихотворений. И поразительно совершается чудо от этой его способности двигаться сквозь время и слушать жизнь. Появляется пророчество, это поразительно. Он же там говорит, промчится год, и с вами снова я. Он пишет это 19 октября 1925 года. В сентябре 1926 года, ровно практически через год, он действительно приезжает в столицу. Он два раза говорит, промчится год, и я явлюсь к вам. Откуда он это знает? Не знает он этого. Но как бы вот, поднявшись на эту вершину любви к своим друзьям, ему становится, как у Гоголя сказано, видимо далеко во все концы света. Он не во все концы света, а во все концы времени. И он начинает провидеть то, что будет. Каким это образом происходит, непонятно и неизвестно. И еще на волне того же ликования, встречи, воображаемой встречи с друзьями, он прощается у гонителя Александра. Он поднимает за него тост. Ура, наш царь! Так выпьем за царя. Он человек. Им властует мгновение. Он раб молвы и сомнений, страстей. Простим ему неправое гонение. Он взял Париж. Он основал лицей. И вот, что поразительно. Вот он прощает своего гонителя в стихотворении, датированном 19 октября. Ровно через месяц, 19 ноября, Александр Павлович умирает в Таганроге. В тот же день, 19 числа. И он, когда он через год является в Москву, он, простивший Александра, покойного уже, он является новым царем, и тот его тоже прощает. Вообще, это удивительно. Эти совпадения временные у Пушкина, вот эти пророчества, это что-то совершенно запредельное. Потому что ведь это не единственный случай у него. Вот, понимаете, вот это, вернее, я с этим хочу сказать, что пророческий дар Пушкина каким-то образом связан с вот этой особенностью его поэтического мышления. Он не отражает жизнь и не выражает ее, он с ней беседует с жизнью. И она как-то сообщает ему что-то, что не слышно другим. И он получает возможность что-то видеть дальше других. Ну, скажем, когда стрелялись Евгений и Ленский? 14 января. То есть 12 января по старому стилю Татьяне день. И через день после этого они стреляются. 14 января. Когда происходит дуэль Пушкина с Дантесом? 27 января. Разница между этими числами ровно та разница, которая разделяет старые и новые стили. В этом что-то есть. Или Он пишет Вяземскому в 25-м году. Трагедия моя кончена. Борис Гуднов. Я перечелый один вслух и бил в ладоши и кричал Айда Пушкин, Айда Сукин сын. И письмо поставлено. Дата под письмом. 7 ноября. По старому стилю. А 7 ноября по новому стилю совершилось в Петербурге в 17-м году то, что повлекло собой смутное время. Он кончил Бориса Гудунова в годовщину, будущую Октябрьской революции. И в Борисе Гуднове написал смутное время, когда гибнет мальчик-наследник. И не пройдет и 100 лет, когда в 1918 году погибнет не только мальчик-наследник, но и вся царская семья, все приближенные. Ну, не пророк ли? В этом же есть что-то совершенно непостижимое и таинственное, но это объясняется тем, что вот он как-то умеет, повинуясь времени в своих стихах, и как бы плывя во времени, он может сходить на вершину времени и видеть дальше, чем видят другие. Отсюда его, наверное, вот то, что называют объективностью Пушкина. Потому что он самый, может быть, объективный автор, объективный поэт, и, может быть, один из самых объективнейших писателей в мире, потому что он поразительным образом умеет вселиться в каждого из своих героев и полностью делать все, чтобы мы могли понять, что это не совсем дурной человек, кто бы это ни был. Правда, у него два исключения есть. Это Швабрин в «Капитанской дочке», который так остается злодеем, и Мазепа в Полтаве, предатель. Вот это лица, крашенные черной краской только. Но это все, это два случая у него только. Все остальные у него, и герои «Маленькие трагедии», и Борис Годунов, и Пугачев, это все, у него видно, что это не злодеи, не просто злодеи или преступники, это крупные люди, это люди, предназначенные для чего-то очень большого, но пошедшие по другой дороге. Вот как апостол Павел получился из Савла, так вот очень многие люди, не только герои Пушкина, но и многие крупные люди, наши современники и предшественники, это Савлы, не ставшие Павлами, а могшие бы стать. Вот у него есть эта вера в человека, что человек создан для чего-то высокого, огромного и прекрасного. А если он иначе это толкует или иначе понимает, то из него получается что-то страшное, низкое, ужасное. Для него зло – это, знаете что, зло – это не просто зло, это труп добра. Вот что это такое. Он и говорит в новом створении, герой, оставь герою сердце, что же он будет без него? Тиран. Герой, прекрасная вещь, но герой без сердца – это тиран. Он видит человека во всем его объеме, объективно, его возможности и его наличность, его реальность. И поэтому я бы сказал, что мир Пушкина, вот картина мира, которая создана Пушкиным, я бы сказал так, что она не просто объективная, это уже затасканное, да и оно слово. На мой взгляд, то, что пишет Пушкин о человеке, о жизни, о мире, это аутентичная картина мира. То есть она соответствует подлиннику. Во всяком случае, в очень многих отношениях. И это требует особого разговора. И вот, в конце концов, об этом можно очень много говорить, но я бы хотел закончить вот с чем еще. Одно такое развеять, если это возможно, если я в моих силах, одно недоразумение, связанное с Пушкиным. Речь об известных словах Гоголя. Пушкин – это русский человек, его развитие, как он явится, может быть, через 200 лет. Как только не потешались над этими словами. Ну вот, 200 лет прошло. Ну и что, мы все Пушкины, что ли? Посмотрим на себя. Ну вот история щелкнула Гоголя по носу, что называется. Ну вот, опять-таки, мы не до конца слушаем, не до конца читаем, не до конца понимаем, что имел в виду Гоголь. Гоголь назвал Пушкина русским человеком в его развитии. То есть, он сказал другими словами то же, что сказала Цветаева, поэт истории. Пушкин все время развивается. У него много грехов. Я сейчас не говорил об этом. Он не идеален совершенно как человек. У него много грехов. Но это был человек, у которого была огромная способность и желание осознавать свои грехи, быть ответственным, нести ответственность за свои грехи. И менять себя, что он и сделал, в конце концов, после женитьбы. Так вот, это человек развивающийся. И вот его стихотворение, которое я читал, это текст не статичный, а развивающийся внутри себя. То есть Пушкин весь такой. Вот он весь в развитии. Что касается русского человека через 200 лет, то это Гоголь не имел в виду, что каждый русский будет Пушкиным через 200 лет. Он имел в виду, что эти слова Гоголя не пророчество, не прорицание, а зов. Вот в какую сторону нам, русскому человеку, надо идти. Тогда, через 200 лет, он будет достоин того идеала творческого и человечества, которым в конечном счете является Пушкин. Не случайно сейчас говорят еще, продолжают еще говорить, есть такие слова не раз. И слышу, что будет с Пушкиным, то будет и с Россией. Это, конечно, звучит, может быть, странно, но, вы знаете, сейчас ведь в русской культуре очень страшный период. Что будет, никто не знает, но сейчас русская культура находится в положении, если не погибельном, то очень опасном. Дело в том, что вот демографы говорят, что если так дальше пойдет с рождаемостью и со смертностью, то лет через 50 русский народ и Россия перестанут существовать. Я бы хотел добавить, что если русская культура не вернется к тем идеалам и истокам, и традициям, которые заложены в Пушкине, в великой русской литературе и культуре XIX века и начало XX, то Россия тоже погибнет. Происходят или пытаются происходить ментальные изменения в русском человеке. Ему навязывается, не кто-то злобно, так сказать, или умышленно навязывает, а исторические условия навязывают ему другой образ мышления, другие ценности, другие устремления, другие идеалы, или, точнее, вместо идеалов, интересы. А русская культура никогда без идеалов высоких себя не мыслила. В этом разница христианская Россия от христианского Запада. Это целая тема, на которой у меня есть большая работа. Я ее сейчас не буду затрагивать, но русская христианство православное отличается от западного тем, что у нас на Западе главный праздник – Рождество, тот день, когда Бог уподобился мне. Значит, я достаточно хорош, если Бог мне уподобился. И от этого идет самосознание западного человека. А у нас главный праздник – Пасха, когда Христос пострадал за меня, умер, воскрес и сказал, возьми свой крест и иди за мною, то есть уподобься мне. То есть наш идеал – не то, что Бог уподобился мне, и вы этого достойны, как говорится в рекламе, а что мы должны быть достойны Христа. И в этом гигантская разница между двумя христианскими культурами – западной и нашей. Пушкин весь под знаком нашей православной христианской культуры, хотя он был человек не церковный. Но он не нельзя назвать его православным, поэтом православным, поэтом хомяков, скажем. Нет, но он, безусловно, поэт православного народа, если разуметь православие, помимо всего прочего, как систему ценностей, где отсчет идет не от личного эгоистического интереса, а от идеала. В этом смысле Пушкин абсолютно поэт православного народа. И в этом смысле, если мы, как тот же Иван Александрович Ильин сказал, что связано с Пушкиным, то для России спасительно, а что не связано с ним и против него, то пагубно и ведет к кибели. Вот на этой ноте, такой тревожной, я бы и хотел завершить этот разговор, сказав, что весь мир сейчас, прогресс заключается в том, мне кажется, что весь мир спешит, спешит и спешит к пропасти. Россия бы хорошо в этом беге постараться не участвовать. И в этом ей может помочь и ее традиции, и ее культура, и знамя, и глава этой культуры Пушкин. Пушкин.